Анапа стала 31-м российским городом, получившим звание «Город воинской славы». На Стелле отображено несколько эпох, в том числе момент, когда турецкая крепость Анапа вошла в состав Российской империи и фрагменты событий Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что в России уже более 35 городов носят такое звание, объектов, как и этот, в стране всего два. Церемонию открытия памятной Стеллы возглавил глава Анапы Сергей Сергеев и ветераны Великой Отечественной войны. На площадь перед Стеллой внесли знамя победы и флаги России, Кубани и Анапы. Этот памятник дань уважения нашим предкам, тем, которые защитили и отстояли Анапу для Российской империи. Нашим предкам, которые совсем недавно защитили страну от фашистского ига. Перед памятной Стеллы собрались ветераны Великой Отечественной войны, курсанты Института береговой охраны ФСБ России, военнослужащие, учащиеся морского пограничного лицея, школьники и студенты, представители молодой гвардии «Единой России», жители и гости города. Председатель Совета Леонид Кочетов напомнил, что 12 июня исполнится 185 лет с того момента, когда турецкая крепость Анапа после очередного штурма наших войск стала российской. Депутат ЗСК Николай Иванюшкин передал Анапчанам слова поздравления от председателя Законодательного собрания Владимира Бекетова. Анапчане на протяжении веков сделали очень многое для того, чтобы Анапа вошла в число этих замечательных городов. Славная история. Мы никогда не забудем 22 июня 1791 года. И сделаем все, чтобы наши дети и внуки помнили о том, какой ценой ковалось это высокое звание. Ветеран Великой Отечественной войны Павел Тихонович Кухоль еще в мае 2011 года был в составе делегации, которая лично от президента России получала диплом города воинской славы за мужество, стойкость и массовый героизм. Я горд и рад, что живу в городе Анапа, земля которого полита потом и кровью наших предков. Почетное право открыть стелу, перерезав красную ленточку, было предоставлено главе города-курорта Сергею Сергееву и председателю Совета ветеранов Анатолию Гапонову. Молодежь города также выразила дань павшим воинам словами благодарности. Мы, молодежь Анапы, сделаем все, чтобы быть достойными подвига воинов русско-турецких войн и ветеранов Великой Отечественной войны. Мы помним о них и любим, и будем достойны и светлых, и славных имен. После минуты молчания состоялась церемония возложения гирлянды славы, которую принесли к памятной стеле военнослужащие Анапского гарнизона. Осветил стелу благочинно Анапского округа протеиерей Виктор Полянкин. В завершении мероприятия сводный хор курсантов и коллективов городского театра исполнил новую песню «Анапа. Город воинской славы». Жители и гости курорта возложили к новому мемориалу цветы. Алина Гумерова, Роман Карпов, Игорь Куршаков. Анапа. Регион.